По территориям цифры распределились следующим образом. В Нижневартовском районе трое заболевших, в самом Нижневартовске один, еще один в Лангипасе, остальные 10 обнаружены в Мегионе. В данном случае очагом была семья, потом заразились коллеги. Из 15 заболевших только трое привезли вирус из-за границы, остальные никуда не выезжали. Если по возрастной структуре заболевших, то из числа детского населения 11 случаев, в возрасте 30-60 лет 11 случаев и старше 60-ти 3 случая. Что касается тяжести заболевания, то из 15 человек аж у семерых выявлена пневмония. Острые симптомы ОРВИ у троих. У остальных коронавирус протекает бессимптомно. По словам Алексея Добровольского, 70-80% пациентов могут переболеть практически незаметно для себя, но зато 5% переносит заболевание очень тяжело и могут умереть. В больницах, к сожалению, находятся не только пациенты, в состоянии которых удовлетворительно, но и те, кто продолжает лечение в реанимационных отделениях. Таких у нас 8 с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него. Часть из пациентов, трое, находятся на искусственной вентиляции легких. Их состояние особо тяжелое. И врачи на самом деле борются сегодня за то, чтобы спасти им жизнь. Это пациенты старшей возрастной группы. Действительно, молодых среди них нет. На сегодняшний день более 13 тысяч югорчан сдали анализ на коронавирус. Сейчас в округе уже 6 лабораторий. Сеть их расширяется. Вот-вот откроется лаборатория и у нас в Нефтьюганске. Округ хочет выйти на 1200 тестов в день. Мы считаем, что массового, сплошного, тотального тестирования всех на коронавирус проводить не нужно. Нужно проводить тестирование групп риска. В первую очередь, тех, у кого есть симптомы заболевания, тех, кто контактировал с заболевшими. Ну и в редких случаях тех, кому предстоит выйти на очень важное тяжелое производство, уехать далеко. То есть есть некоторые особенные ситуации, когда действительно такое тестирование у здорового жителя Югры, оно оправдано. Снижение темпов распространения COVID-19 пока незаметно. Скорее наоборот. В связи с этим власти обращаются к населению с просьбой относиться к самоизоляции более серьезно. Речь о грозном заболевании, а не об игре. Призываю наблюдать самоизоляцию, прервать эту цепочку передачи страшной, неизвестной болезни, которую изучают медики всего мира, всех стран. И только в таком случае нам удастся прийти к празднику Победы тоже с победой над этим коронавирусом. В Нефтьюганске ни одного случая COVID-19 по официальным данным пока не выявлено.